Вторая волна подстерегает тебя, когда пытаешься подняться на четвереньки, и во рту становится солоно, но ты еще жив, даже если уже готов умереть. Третья волна накрывает тебя с головой, и ты думаешь, это и есть конец. Но четвертая волна уносит тебя в открытое море, и ты вспоминаешь, что всегда был рыбой. Записка, случайно обнаруженная автором, на салфетке, испачканной белым соусом и черным кофе, в кафе Rotten Elephant, где-то в старом центре города Эрфурта, в мае 1990, не помню какого года. Глава первая. Великий Рондан. Сначала не было почти ничего. Только темнота, сильный запах паленого и жгучая боль. Потом ко мне вернулась способность видеть. В полумраке белело смутное пятно. Несколько томительных секунд спустя пятно превратилось в лицо пожилого мужчины. Его неподвижные серые глаза, выпученные, как у извлеченной на поверхность глубоководной рыбы, смотрели на меня с невыразимым восторгом. — Магот! Йох, хваннах! — хрипло пробормотал он. — Демон! Точно! Черт побери! Кунхё! Я оценил пафос, но напрочь не понимал, что означает сие бессмысленное сочетание звуков. Это настораживало. Я далеко не полиглот, но обычно иностранная речь кажется мне хотя бы смутно знакомой. Почти в каждом языке есть слова, понятные иностранцам без вмешательства переводчика. Тем не менее, звучание человеческой речи повлияло на меня благотворно. По крайней мере, я пришел в себя настолько, что начал осознавать происходящее. Понял, что лежу на холодном полу, а запах паленого исходит от моих собственных волос и одежды. Рубашка на мне все еще тлела, и я судорожно задергался, отдирая клочки потемневшей ткани от обожженной кожи. Пучеглазый иностранец с нездоровым любопытством созерцал мою паническую борьбу с огнем, но и не подумал прийти на помощь. Когда я, наконец, избавился от рубашки, он удовлетворенно кивнул, словно в этом была и его заслуга. — Мне нужна вода. Я сам не узнал свой голос, но, судя по всему, эти скрижащущие звуки издала именно моя гортань. Дядя уставился на меня, наморщил лоб. Он силился понять, чего я хочу. Я скрипнул зубами. Эти филологические недоразумения были как нельзя более некстати. Меня мучила сильная жажда, и, кажется, мне по зарез требовалась квалифицированная медицинская помощь. Пришлось изъясняться пантомимой. Я собрал жалкие остатки воли, чтобы приподняться, принять сидячее положение и придать своим движениям хоть какую-то четкость. В конце концов, я кое-как уселся на полу и старательно изобразил этюд с невидимой чашкой. Я так демонстративно чмокал, имитируя глотки, что незнакомец довольно быстро понял, что от него требуется. Он с энтузиазмом кивнул и заорал что-то неразборчивое в невнятный сумрак за своей спиной. Некоторое время ничего не происходило. Выполнять мою просьбу явно никто не торопился. Пучеглазый продолжал пялиться на меня, как баран на новые ворота, а я по-прежнему не соображал, кто я, собственно говоря, такой и что происходит. Нет, труднее всего было выдержать пульсирующую боль в обожженных руках. Думаю, я не кричал только потому, что у меня не было на это сил. Кажется, я просто тихо поскуливал, как старый, умирающий пес. Наконец, передо мной возникло какое-то нелепо одетое существо неопределенного пола. Увидев меня, оно взвыло то ли от страха, то ли просто от неожиданности. Я услышал грохот бьющейся посуды, на мою обожженную кожу полетели прохладные брызги. Судя по всему, непутевое существо с перепугу благополучно уронило на пол посудину с предназначенной мне водой. Пучеглазый что-то прорычал и наградил своего неуклюжего слугу такой оплеухой, что бедняга едва удержался на ногах. Он виноват и залопотал. Пучеглазый внимательно слушал его объяснение. Обо мне они, кажется, забыли. — Черт, ребята, я хочу пить! — настойчиво напомнил я и сам поразился своему грозному реву. А ведь только что казалось, что я и застонать не могу. Существо жалобно пискнуло и брякнулось на пол. Судя по всему, оно потеряло сознание. Каменное лицо Пучеглазого слегка перекосилось, и он поспешно удалился. — Прошла минута. Надо полагать, это была одна из самых длинных минут в моей жизни. Мне по-прежнему не удавалось активизировать велотекущий мыслительный процесс, так что я с энтузиазмом мучился от жажды и боли за неимением иных развлечений. Наконец Пучеглазый вернулся. Молча протянул здоровенную миску. Мне пришлось взять ее обеими руками. Одной я ни за что не удержал бы. Руки мои взвыли от боли, но посудину я все-таки не уронил. Воды в этом объемистом сосуде было совсем немного, не больше стакана. Жидкость показалась мне довольно затхлой и теплой, но она была мокрая, и это с лихвой компенсировало прочие недостатки. После нескольких глотков я понял, что вкус воды был не столько затхлым, сколько чужим. Совершенно незнакомый вкус, словно бы в дело вмешались какие-нибудь марсианские водоросли. Тем не менее, я выпил все до последней капли. Жажда отступила, но боль, кажется, только усилилась. Я снова услышал свой голос, как бы со стороны, словно какая-то часть меня не решалась вернуться в тело и взволнованно наблюдала происходящее с безопасного расстояния. Голос звучал на удивление твердо и властно. Иногда я сам себе поражаюсь. Мне нужна какая-нибудь мазь от ожогов. Только очень быстро, а то я загнусь. Пучеглазый снова наморщил лоб. Разумеется, он не понял ни слова. Я заставил себя встать, меня шатало из стороны в сторону, словно я только недавно начал брать уроки пешей ходьбы, но я все-таки приблизился к нему и поднес к его носу свои обожженные руки. Дядя испуганно отшатнулся, машинально схватился за пояс, я отметил, что там у него болтается здоровенный кинжал в монументальных ножнах. Потом понял, что я не собираюсь драться и изумленно уставился на мои многострадальные конечности. Что ж, у этого дяди было как минимум одно неоспоримое достоинство. Он умудрялся каким-то образом интерпретировать мои жалкие попытки объясниться и выполнял все требования по мере их поступления. По крайней мере, пока. Через несколько минут у меня в руках оказалась здоровенная склянка, до половины заполненная темной, резко пахнущей слизью. Именно так, надо думать, могла бы выглядеть медуза, умирающая от чумы. Прикосновение этой мерзости показалось мне отвратительным, но боль в обожженных руках сводила с ума, так что я опасливо обмакнул палец в вонючую жуть и осторожно провел им по запястью. Мгновение спустя с изумлением понял, что крошечный кусочек моей плоти зажил отдельной от меня благополучной жизнью, совершенно не увязывающейся с общим скверным состоянием дел в митрополии. Мась действовала, и еще как! Я тут же забыл обрезгливости и поспешно намазал благословенной дрянью обожженные места. Потом с наслаждением наблюдал, как уходит боль. Она отступала удивительно быстро. Так тает кусочек льда, брошенный в кипяток. Только теперь я понял, что мои зубы выбивают в мелкую дробь. То ли в помещении было холодно, то ли меня просто знобило. Пучеглазый тоже это заметил. Не дожидаясь моего очередного выступления, принялся шарить по углам. Поиски увенчались успехом. Он с торжественным полупоклоном вручил мне нечто белое и бесформенное. При ближайшем рассмотрении загадочное нечто оказалось чем-то средним между просторной рубашкой и коротким банным халатом. Мне показалось, что сей наряд уже давно нуждался в хорошей стирке, но сейчас было не до жиру. Годилось все, что угодно, лишь бы согреться. Толстая ткань рубахи действительно оказалась теплой и вполне уютной. Меня все еще колотило так, что я боялся лишнее слово сказать, чтобы не прикусить язык. Но теперь я отлично знал, что температура воздуха тут ни при чем. Я постарался расслабить мышцы и дышать медленно и глубоко. Это немного помогло, по крайней мере дрожь почти унялась, а она больше я и не рассчитывал. По мере того, как проблемы моего тела худо-бедно утрясались, я принялся понемногу обдумывать происходящее. Сказать, что оно мне не нравилось, значит не сказать ничего. Не нравилось — это бы еще полбеды. Хуже другое. Я по-прежнему ничегошеньки не понимал. Нигде нахожусь, никто этот пучеглазый мужик, любезно одолживший мне свою одежду. Ничто было со мной несколько минут назад, прежде чем я обнаружил себя в этой полутемной комнатушке, освещенной только пламенем камина. Я вообще ничего не мог вспомнить. Даже обстоятельства, при которых получил ожоги. Какое там собственное имя оставалось для меня загадкой. Пучеглазый тем временем снова удалился и тут же вернулся с кувшином. От кувшина исходил резкий запах перебродивших фруктов. Продолжение следует... Продолжение следует...